Сезон отпусков давно в разгаре, но вопрос о том, где же провести маленькую летнюю жизнь, по-прежнему стоит остро. Травиться некачественным алкоголем, участвовать в революции или быть съеденным акулой совсем не хочется. Вот тут ты и вспоминаешь про наш родной, такой близкий юг. Знаменитый российский курорт Абраудерсо на днях открыл сезон ставшим уже традиционным арт-фестивалем. В прошлом году художники из разных уголков России расписывали прогулочные лодочки. Как видите, арт-объекты прижились и пользуются большой популярностью у горожан и отдыхающих. Каждый Абраудерсо запоминается по-своему. У кого-то шампанского, у кого-то лодочки. А теперь после такого количества арт-объектов, которые у нас, у кого-то троном, у кого-то бочками, энергетическим, точкой, будут приезжать сюда подпитаться энергией. В этом году художников призвали облагородить сушу. Тема нынешнего фестиваля – ленд-арт. Это направление возникло в 60-е годы в США. Главная его особенность в том, что произведение искусства должно быть органично вписано в окружающую среду. При этом органично вписать свои творения скульпторы должны были в течение всего четырех дней. За это время камни, дерево, виноградная лоза, предметы производства игристого вина, которым так славится Абраудерсо, в руках мастеров превратились в произведения искусства. Интерактивную беседку счастья Анны Чигаровой и Дмитрия Соколова-Максимова публика приняла с восторгом. В принципе, это как бы для гармонизации своего внутреннего мира, своих желаний, своих ощущений. Человек загадывает, крутит, вешает ленточку и проходит по кругу, соприкасается. Практически все объекты созданы для активного взаимодействия с публикой. Отдыхающие буквально в очередь выстраиваются, чтобы сфотографироваться на троне бутылки, загадать желание сидя на железных коленях влюбленной пары или прогуляться по лабиринту ведущему к Бахусу. Здесь должен создаваться музей под открытым небом. В России этого нет абсолютно, это есть в Европе, это очень известный распространенный бренд такой искусства, для народа искусства, где люди живут внутри объектов искусства. В этом году в Абрау-Дюрсо ожидает более 120 тысяч туристов. И это неудивительно, ведь это красивейшее место юга России. Самое большое пресноводное озеро Кавказа часто называют Южным Байкалом. Его удивительная бирюзовая вода всегда остается свежей и чистой. А уж если захочется окунуться в море, пожалуйста, 10-15 минут на автобусе, и оно плещется у ваших ног. Тем, кто прямо сейчас пакует чемоданы в побережье Черного моря, сообщаем. Температура воды в районе курорта Абрау-Дюрсо 23 градуса. Удачного вам отпуска! Продолжение следует...